Так исторически сложилось, что автозавод «Урал» специализируется на производстве трёхосных грузовиков. Однако теперь предприятие, сравнительно недавно перешедшее под крыло объединённой машиностроительной группы, решило осваивать новые ниши. Наглядное тому доказательство показаны на форуме «Армия» полноприводный двухосный среднетоннажник под индексом 4360. Он может перевозить до 4 тонн груза, то есть на полторы тонны больше, чем газовский Садко Некст. У машины постоянный полный привод, оригинальные мосты и весьма неожиданная схема передней подвески. Вместо ресор инженеры применили сдвоенные пружины. Такое решение должно повысить комфорт и улучшить проходимость. Кабинный модуль авторы новинки взяли от «Газели Некст», но оперение абсолютно оригинальное. Под коротким стеклопластиковым капотом скрывается некий шестицилиндровый дизель от дачи 240 сил. Скорее всего, он носит марку ЯМЗ. Коробки передач только шестиступенчатые. Это могут быть механика или автомат. Логично предположить, что поставщиком обоих агрегатов выступила группа «Газ», но напрямую об этом не говорят. Серию двухосник должен пойти через год-два. Притом помимо стандартной версии, уральцы разрабатывают и беспилотную. У беспилотника сразу за моторным отсеком начинается грузовая платформа, так как кабинный модуль удален за ненадобностью. Кстати, выставленный на форуме опытный экземпляр автономного грузовика удивил неожиданной раскраской. Так как модель создается и для армейских, и для гражданских целей, ее левую сторону выкрасили оранжевой, а правую — зеленой краской. А еще автозавод «Урал» конвертировал военный грузовик нового поколения «Мотовоз М» в гражданскую машину для Крайнего Севера. В планах предприятия — создание целого семейства арктических автомобилей. Напомним, что армейский «Мотовоз М» представляет собой полноприводное шасси классической модели 4320, оснащенное оригинальной каркасно-панельной кабиной. Ее клетка сварена из стальных труб, а внешние панели отформованы из композитных материалов. Для гражданских моделей использование такого модуля выходит неоправданно дорогим. Однако для северной техники кабина подошла идеально, так как под плоскими наружными панелями можно упрятать толстый слой утеплителя. Пока арктические «Уралы» носят статус опытных экземпляров. Однако представители завода уверены, что смогут через 2-3 года довести новинку до мелкосерийного производства.